Сегодня 25 июня, пятница, конец рабочей недели, и мы говорим вам доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья! Далее в нашей программе мы с вами отправимся на чемпионат по рыбной ловле, который проходил в Архызе. А еще в нашем эфире сегодня прозвучит очень полезная информация для людей, которые особенно нуждаются в нашей с вами заботе и в заботе государства. Что ж, мы начинаем, вы присоединяетесь, а для начала погода на нашем канале. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, гроза ночью в отдельных районах сильные, с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10, температура ночью 15-20, в горах до плюс 14, а днем 26-31 и в горах местами до 25. В Черкесске вечером и во второй половине дня кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла. Ну что ж, дорогие друзья, хочу вам сказать, что лично я за свои лет удочку в ругах держала всего один раз. И никогда не понимала тех, кто от рыбалки получает ну просто колоссальное удовольствие. Недавно в Карачаево-Черкесии, в Архызе состоялся чемпионат по рыбной ловле, который называется в дисциплине ловля спиннингом с берега лососевых видов рыб. Я так интересно, как Сергей Бугаев, об этом никогда не расскажу. А он на этом чемпионате и организатор, и журналист, и оператор. Поэтому давайте на ближайшие 10 минут перенестемся в Архыз на рыбалку. Привет, я Сергей Бугаев, и я в Архызе. Начало лета, горно-лыжный сезон начинает угасать. А такие виды спорта, как рыболовный, начинают набирать силу. Вот как раз об этом мы сегодня и поговорим. Любое соревнование начинается со сбора участников. Спортсмены собрались. И следующий этап – это зарыбление водоема. Сегодня мы будем запускать радужную форель. Процесс волнительный и интересный. И мне тоже не терпится пойти и посмотреть. Для того, чтобы не было преимуществ при ловле рыбы у кого-то из спортсменов, проводится жеребьевка. Это очередной волнующий момент. Я возьму камеру, подойду поближе, и вы в этом убедитесь сами. Только что закончилась жеребьевка. Спортсмены распределены по зонам. Они вытянули свои зоны. Они вытянули свои бочоночки, которые определили стартовые номера. Сейчас будет построение. И после построения спортсмены пойдут готовиться к стартам в соответствии с теми зонами, в которые они попали. И с теми стартовыми номерами, которые они вытянули при жеребьевке. Очередной волнующий момент. Огласить количество участников, судей и вообще распорядок сегодняшнего мероприятия, которое называется чемпионат Карачаева Черкесской Республики по ловле спиннингом с берега. Ура! Соревнования вносят статус региональных соревнований, то есть субъекта федерации. Разрядная планка КМС. Состав участников позволяет присваивать спортсменам первые спортивные разряды. По средствам жеребьевки спортсмены были разбиты на зону А и на зону Б. Сейчас я отодвинусь в сторону. И сзади меня будет как раз та группа спортсменов, которая находится в зоне А. КОНЕР СПОКЕЙ МЕСКОВИЧЕСКИЙ 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 МЕСКИИ Причина вы делаете самолавание в Одескете. Требе пошлить мероприятие. Причина оттворять вертвовании в четыре, чтобы попасть на зоне А. Аппарат. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь все не сложно, но в принципе и не просто Соревнование разбито на два дня Один день, один тур В каждом туре 4 периода по 45 минут с перерывами в 15 минут За каждую пойманную рыбку спортсмен получает жетон, который в конце периода сдаёт Период первый закончен Спортсмены сдают жетоны Друглукска 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 Один день, два Друглукска 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 Божественная красота, очень, вообще, все великолепно. А на соревнованиях здесь как? Соревнования тоже проходят очень успешно, рыба активная, видимо, она перемещается. Здесь видно много поимок в этом краю, там активно начали ловить, ну, то есть рыба активная, все классно. Но в прошедшем периоде я видел, поймал пять штучек, да? Что рулило? Как всегда резина, вот, вот, первый тур у меня было четыре поимки рыбы, четыре карточки. Во втором туре пять рыб подобрал. В периоде, в периоде? Да, в периоде подобрал червеобразную приманку и вроде начало получаться. Это объявляло выход спортсменов, сейчас начнется гудок и старт, бой. Своё выступление могу так сказать, в начале вроде бы неплохо шло, даже во втором туре я занял второе место. Во втором периоде? Во втором периоде, да. Но дело в том, что, видимо, в третьем-четвертом, когда рыба отключилась, я просто не подобрал ключ, к сожалению. Вот. Вроде все в одинаковой ситуации были, но, видимо, я действительно не попал, как говорят. Как вам это соревнование? Вот, коротко расскажите о нем. Да, хорошо соревнование. Учитывая, что мы первый раз приехали на чемпионат КЧР на пруд. Хорошо, нам нравится. Природ красивый, рыба есть. Кто умеет ловить, тот ловит. Кто не умеет ловить, тот не ловит. Танюш? Тот учится ловить. Я всегда за соревнованием, потому что это всегда новый опыт и новое место. Это всегда прекрасно. По итогам первого тура, какие впечатления и как к этому пришел? Впечатления только положительные. Единственное, после первого тура, так как я занял первое место, приятная усталость. Что удалось сегодня? Удалось играть разными приманками. То есть смена приманок давала свой эффект, свой результат. И, конечно, хочу сказать, благодаря моим соперникам, наверное, на которых тоже обращал внимание, наверное, они меня подталкивали больше к победе. Я думаю, вот так, наверное, будет правильнее сказать. Без них, наверное, сегодняшний день не удалось. И хочу им сказать огромное спасибо, ребят. В зоне А первое место занял спортсмен Виктор Алексей из города Краснодара. А в зоне Б первое место занял Тациев Евгений из города Става. И что будет завтра? Завтра будет второй тур. Будут разыграны призовые места, мы так надеемся. Раннее утро и вновь Архыз. Чемпионат Карачао-Черкесии по спиннингу с берега. Второй день, а это значит второй тур. Спортсмены уже в центре зоны и нервно-нервно готовятся. Только что красил блесну. Для чего это делал? Ну, форель, рыба непредсказуемая, поэтому по итогам вчерашнего дня мы вносим некоторые коррективы, подкрашиваем свои блесна под предпочтение рыбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что значит для спортсмена ноль? Это катастрофа. Если он идет в призы, нолик, это ужас для него будет. Второй тур соревнования подошел к финалу. Идет подсчет очков, и судьба спортсменов решается именно в этой беседке. Знаком с результатом. Все услышал. Вчера, как я и говорил, было допущено несколько ошибок, которые, к сожалению, меня немножко отодвинули в конец списка. Но во второй день я исправил эту ситуацию, и по сегодняшним результатам в общем зачете, ну если по всем, то я занял пятое место. Да, конечно, это не первое, второе, третье. Но самая главная радость для меня, это то, что я получил первый разряд. И теперь у меня открывается возможность поучаствовать на чемпионате России. Информация дошла, и мы знаем, кто победитель. Кто же? Алексей Родионов, кандидат в мастера спорта, город Исентуки. Алексей, во-первых, какие впечатления? Да впечатления самые, на самом деле, наилучшие. Борьба была тяжелой, правда тяжелой. Была перемена в приманках по рыбе, что она предпочитала. Ну, как всегда думать надо было. Старался, скажем, все эти два тура быть в форме, быть все время в динамике, то есть отдаться полностью? Определенно. Я всегда это делаю, и после тура я просто лежу плашмя дома в номере. Потому как для меня важно отдаться, чтобы я знал, что я сделал все для того, чтобы побеждать. Если ты не победил, то ты все равно знаешь, что ты все сделал. Ты менял приманки, вязался, не ленился, бегал. Многие, мое все в этом плане. Даже, ну, хоть и здесь, все равно получалось бегать. И ловишь, и смотришь за другими, кто на что ловит, кто как перемещается, где рыба клюет. Ну, я старался. Молодец. Ну что вы, кстати, поздравляю. Да, спасибо вам. Спасибо, Сергей, за организацию. Судьям большое спасибо, молодцы. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по рыболовному спорту. Ловля спиннингом с берега 2021 года. Гор на лыжном курорте Архиз считается закрытым. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем утро пятницы на канале Россия. И сейчас я приглашаю к экранам людей, которым, наверное, больше всех нужна и поддержка государства, и наша с вами забота. Людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, у которых есть группа инвалидности. Итак, с 1 сентября в силу вступает приказ Министерства труда и Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором утверждается порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан. Именно так он звучит. И сегодня на эту тему мы будем говорить с моей гостьей, врач по медико-социальной экспертизе, специалист по реабилитации экспертного состава смешанного профиля Алина Гаджаева. Доброе утро, Алина Халисовна. Доброе утро. Ну, прежде всего, спасибо за то, что пришли к нам в студию, нашли время. Ну, повод, в общем-то, важный и интересный. Итак, что подразумевается под пакетом услуг для людей, имеющих инвалидность? Ну, прежде всего, я хотела бы еще добавить к вышесказанному, что сюда еще входят дети, лица до 18 лет, то есть детки наши, да, которые имеют категорию ребенок-инвалид. Данные социальные услуги включают в себе обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированным лечебным питанием для детей и инвалидов, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Ну, как правило, когда человек сталкивается именно с началом сбора документов, ну, возникают всякие вопросы, которые тормозят этот процесс. Вот скажите, пожалуйста, куда нужно обратиться для того, чтобы подать такое заявление на предоставление социальных услуг? Ну, гражданин подает заявление о предоставлении набора социальных услуг в Пенсионный фонд России до 1 октября текущего года, и действует он один календарный год. Ну, сейчас мы вот как-то последние полтора года живем все больше на удаленке, как принято сейчас говорить. Можно ли такое заявление подать, ну, на каком-то портале, в соцсетях? Да, конечно. Гражданин может подать заявление как в письменной форме в Пенсионном фонде, так и может подать заявление через портал государственных услуг, то есть в электронном виде. Ну, вообще, конечно, вот этот портал очень облегчает нам жизнь в последнее время и способствует тому, чтобы все продвигалось намного быстрее. Сколько услуг может получить гражданин Российской Федерации, который обращается за этим соцпакетом? Может ли это быть весь пакет? Может ли это быть какая-то определенная одна услуга? Можно ли отказаться от какой-то из них? Гражданин имеет право подать заявление о предоставлении полного набора социальных услуг, одной из социальных услуг, двух любых, а также имеет право как отказаться от предоставления социальных услуг, так и возобновить предоставление данного пакета социальных услуг путем подачи, опять-таки, заявления в Пенсионный фонд. Есть еще такое понятие разъяснения всех вопросов, которые сопутствуют в этой ситуации. Куда нужно обратиться? Это будет соцстрах, это будет пенсионный фонд, это будет бюро медико-социальной экспертизы. Куда обратиться за разъяснением по тем или иным вопросам? При подаче заявления гражданина в пенсионном фонде ему разъясняются все его права, касающиеся мер социальной помощи именно в виде набора социальных услуг. То есть на все-все-все вопросы он найдет ответы? Да, конечно. Сегодня такая миграция внутри страны, люди покидают регион, в котором они прописаны, в котором они живут и в том числе получают эти социальные услуги. При переезде в другой регион России, как нужно действовать в этом случае? Если гражданин выехал за пределы субъекта Российской Федерации, в котором он проживает, независимо от срока, допустим, он выехал на срок, не превышающий 6 месяцев, или же срок, превышающий 6 месяцев, он имеет право подать заявление в пенсионный фонд России в другом субъекте Российской Федерации, в который он непосредственно выехал. А прописка при этом должна присутствовать? Нет. В регистрации? Нет. Не нужно. Алина Халисовна, немаловажный вопрос. Это санаторно-курортное лечение, которое очень часто бывает просто необходимо людям с инвалидностью, ребятишкам в том числе. Вот как проходит процедура оформления? Кто дает направление на такое лечение? И сколько раз в год можно воспользоваться? И как добираться? Оплачивается ли дорога до санатория и обратно? Вот такие вот вопросы существуют, как правило. Отбор и направление на санаторно-курортное лечение осуществляется медицинской организацией по месту жительства гражданина. При наличии справки, выданной медицинской организации, гражданин с заявлением обращается в фонд социального страхования. А сколько раз в год можно воспользоваться? Один раз в год. Один раз в год. Один раз в год. И дорога? Оплачивается. 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 Ну, если так подвести черту нашего с вами интервью утреннего, что принципиально новое появилось в приказе по предоставлению социальных услуг? Ну, это прежде всего то, что гражданин имеет право подать заявление в любом регионе. То есть не только в том регионе, в котором он проживает. Если он выехал за предел, он имеет точно так же право подать заявление в другом регионе, в пенсионном фонде. Это является принципиально новым моментом. И также то, что гражданин может подать заявление через портал государственных услуг, то есть никуда не ходить, грубо говоря, да, тоже является новым моментом в данном нормативном правовом документе. Ну, я надеюсь, что та информация, которая сегодня прозвучала, будет полезна для людей, да, особой категории наших граждан. Алина Халицына, большое вам спасибо за то, что вы были сегодня гостем нашей утренней программы. Дорогие друзья, прежде чем попрощаться с вами, я хочу вам напомнить, что сегодня у нашем эфире «Горячая линия». Тема программы – вакцинация. Звоните нам по телефону, которые сейчас указаны на ваших экранах. Будем работать совместно над этим вопросом. Я же желаю вам удачного завершения пятницы, да и всей рабочей недели в целом. До свидания. Продолжение следует...